например очень красивая жена пример практические жизни мужчина хотел очень красивую жену получили она им говорит ты посмотри какая красивая в чем я хожу иди работай зарабатывай меня на платье пошел работать он ей говорит а почему ты не работаешь она говорит а что ты хочешь чтобы получить такую красивую жену еще чтоб я работала на тачан игру женщине чувствует за все надо платить поэтому мужчина должен развиваться духовно он должен внутреннюю красоту женщины научиться видеть потому что есть две категории женщин одни внешне себя пытаются выделить а другие внешность свою не выделяют вот те которые внешности выделяют внешне они кажутся не такими красивыми эти женщины способны подарить очень много тепла и любви они способны служить семье способны заботиться те которые внешне очень сильно эффектно выглядит не факт что они будут заботиться чаще всего они наоборот требуют внимания к себе но для того чтобы устоять перед внешней красотой женщины и понять внутреннюю мужчина должен много работать над собой должен совершать аскезы он должен научиться видеть эту глубину человечеству мужчины по природе туповатый он не видит глубину характера особенно у женщины он не видит внешнюю сторону только и все женщина как кошка черная кошка в черной комнате мне ничего не понятно она скрыта ее недостатки скрыты от глаз мужчине очень трудно увидеть недостатки женщины но если он работает над собой развивается как личность соблюдает целебат до семьи пытается не заниматься сексом без брака мужчина таким образом становится очень сильным разумным рассудительным и он выбирает себе жену послушную внимательную скромную добрую иногда мужчины выбираются такую женщину совершая аскезы до женитьбы так есть один мой друг мой соратник который врач тоже он до 35 лет был один хотя много желающих было выйти за него замуж он совершал аскезы трудился над собой работал над собой учился у меня и так далее много очень подвигов таких внутренних совершил этот человек и с каждым годом он все глубже и лучше понимал женскую природу постоянно советовал со мной в этом вопросе и он нашел себе девушку очень хороший очень возвышенный таким бывает мало в основном мужики не находят себе таких девушек такой девушек которые мучают душу ты начинает капризничать с ними спорить пререкаться непослушных девушек в основном мужчины находят находят ленивых часто потому что лень это природная склонность женщин некоторые думают женщина должна шуршать по кухне бегать и и она должна постоянно служить доме не факт природная женщина очень ленивая по природе женщина ленивая она не трудолюбивая по природе если бы она была трудолюбивая она от не было бы красивой когда женщины очень много работают они теряют красоту красивыми обычно остаются женщины которые не так много работают или делают то что им приятно итак если ты все нашел красивую не факт что она будет трудолюбивой скорее всего она будет людей любить поспать в кровати полежать покушать сладенькое и побалдеть и ты должен это все будешь терпеть потому что ты ты должен естественно терпеть природу женщины женщина склонна мотать нервы это ее природа она это не называет мотанием нервов она просто выражает свои эмоции она говорит мой хороший ну сколько можно так жить давай будь таким и таким и сколько бы ты не менялся ей все мало и мало и надо больше и больше она не может остановиться а ты должен это терпеть и считать что это нормально потому что это естественная склонность женщины мучить мужа веды говорят что женщина это как река а мужчина как берега и женщина всегда размывает берега а берега должны быть крепкими и если мужчина позволяет размыть берега то есть женщина мучает и он нервничает и начинает ругаться мужчина должен ругаться женщина или нет женщины отвечать я с мужчинами разговариваю еще раз говорю женщины не слушают сейчас делают ты что ничего не происходит мужчина кто ответил нет настоящий мужчина да женщины аплодируются почему женщины так аплодируют и потому что женщины не ругаются они выражаются эмоции а мужчина уже ругается знаете женщины они очень эмоционально почему женщина выходит замуж потому что ей трудно сдерживать свои эмоции ей нужна опора какая-то в жизни нужен человек который успокаивать будет эмоции женщины эмоции как огонь они постоянно горят ей трудно самой с ними справиться мужчина должен справляться он должен быть как скала мужчине легко женские эмоции терпеть нет всегда очень трудно всегда очень трудно но мужчина должен быть как скала он должен спокойно относиться к женским эмоциям те же самые эмоции которые дают ему любовь и счастье они же его будут мучить те же самые эмоции просто по другому направлены и мужчина должен терпеть должен успокаивать свою жену моя хорошая все будет хорошо еще что мужчина должен терпеть он должен терпеть нелогичность женщины спонтанность импульсивность и нелогичность и не надо от женщины требовать логичности например женщина допустим начала на мужа ругаться ну что то а ты такой сипой и это не так тебе это не так у женщины есть склонность запоминать все плохое в мужчине и вовремя сказать ему и делает она это просто из мести чтобы показать свою силу перед ним то есть она часто демонстрирует силу как сейчас вот эти американцы перед русскими демонстрируют воинскую силу русские перед американцами демонстрация силы так женщина ради демонстрации силы колет мужчину колкими словами говорит ему какие-то колкие слова просто чтобы ему было больно и все нет никакой логики и когда проходит эта ситуация он ее спрашивает зачем ты мне это все говорил ты же разрушаешь отношения она говорит просто из мести и при этом она считает что все нормально ничего плохого она не делает она имеет право она считает на такие слова женщина есть такое дело есть мужчины это нормально это естественная природный недостаток женщины все женщины такие кулкие поэтому когда женщина допустим жена говорит ты такой сикой у тебя вот такие недостатки сики не обращать внимание вообще не думайте что эта женщина говорит честно и искренне это она говорит просто чтобы вам отомстить и все надо не обращать на это сильно большое внимание не нужно к этому придавать большое значение настоящий мужчина не обращает внимание когда женщина пытается размыть берега берега должны быть крепкими стойкими женщина это река жизни мужчина наблюдает за этим течением и он испытывает счастье наблюдая кто любит детей женщина любит детей мужчина живет в любви женщина к детям и радуется этой любви это его любовь к детям когда мужчина сильно любит детей когда женщина сильно любит детей женщина сильно любит детей мужчина радуется этой любви женщина когда любит родственников маму папу даже маму папу отца мужа женщина любит это проявление его сильной любви Мужчина радуется, думает, у меня какая жена хорошая попалась. Она даже моих родителей любит. И своих, и друзей, всех подружек, всех любит. О моих друзьях даже заботится. Такая у меня хорошая жена. Это что такое? Это течение реки. Женщина живет семейной жизнью. Мужчина испытывает часть от этого. Но если мужчина не дает женщине жить энергией любви, он ее ревнует. Говорит, ты что постоянно с подружками болтаешь? Так она женщина и болтает по этому. Ты совершай эскезы. Ты что постоянно сладенькая подъедаешь? Олег Геннадьевич сказал сладкое вредное. Это я тебе сказал сладкое вредное, а не ей. Это тебе сладкое вредное. Она пускай подъедает. Олег Геннадьевич сказал, надо пораньше вставать в постели. Так это я тебе сказал пораньше вставать в постели. Она пускай поваляется еще. Если ты хочешь, чтобы она пораньше вставала, возьми ее, подними и отнеси в душу на руках. Тогда она пораньше станет с постели. Мужчины, напряглись. Я только что вас ругал. Вы уже забыли, да? Это тоже природная склонность женщин. Они быстро прощают. Итак, мужчина должен быть очень крепким и сильным, потому что он берет карму семьи на себя. Он берет судьбу своих детей, он берет судьбу жены. Но так судьба обманывает мужчину, очень сильно обманывает. Смотрите, мужчина, когда видит перед собой девушку, она такая красивая, нежная, хрупкая, беззащитная, скромная, послушная, молчливая, скромная. Она такая красивая, заботливая, все сразу к ней это проявляет. Она такая стоит вообще, по-моему. Он даже стесняется своей любви, потому что любит меня. Вот такую девушку мужчина встречает в жизни. Он еще не знает, что вместе с этой девушкой он возьмет так же тещу, которую она сильно любит, и ее отца, которого она любит. Он не знает, что женщина так сильно привязана к своим родственникам, что вместе с ней он берет так же всех ее родственников замуж. И еще и ее собачку, которую она тоже сильно любит. И собачка тоже станет членом семьи. И собачке будет больше внимания уделяться, чем ему. Он этого еще не знает. Ему впереди это все узнать. А еще он не знает, что она так же любит своих подружек, и любит свои увлечения. И ему все это вместе придется вот с этой скромной, нежной, послушной девушкой брать. Но самое главное, что чего он не знает, что беря ее одну, он еще не знает, что из нее много чего вылезет. И неожиданно придется на это на все работать. Вот этого он точно не знает. Я же ее одну взял. Ну смотри, что дальше будет. А дальше будет много. Что она размножается. Ты не размножаешься, а она размножается, женщина. И тебе это придется узнать очень скоро. И когда она размножается, не факт, что из нее выйдет то, чего тебе хочется. Может быть и то, чего тебе не хочется. Причем женщина будет рада любому ребенку. Она будет счастье испытывать от любого. А ты от каких-то детей будешь испытывать счастье от каких-то страданий. И это все на плечи мужчины ложится. И поэтому мужчина должен быть очень стойким внутри. Он должен реально работать над собой. И так природа мужчину создала. Если женщине для здоровья нужно спать на мягком, то мужчине для здоровья нужно спать на твердом. Если женщине для здоровья нужно обливаться теплой водой, то мужчине для здоровья нужно обливаться холодной водой. Если женщине для здоровья нужно всегда понемножку кушать, то мужчине для здоровья надо иногда проститься. Если женщине для здоровья не обязательно много двигаться, то мужчине для здоровья надо постоянно много двигаться. Нужно активно жить, иначе мужчина будет болеть. Если женщине для здоровья нужно быть немножко ленивой, то мужчине для здоровья нужно постоянно совершать над собой волевые усилия. Иначе он будет больным. Если мужчина расслабился, он стал больным, несчастным, у него появились вредные привычки и так далее. И первой самой обязанностью мужчины является вести семью к Богу. Мужчина должен заниматься духовной практикой. Это его главная обязанность. Он должен учиться молитве, он должен учиться аскезам, учиться терпеть трудности жизни, лишения. Духовная практика — это не только молитва для мужчины. Духовная практика для мужчины также означает способность терпеть свою семью, свою жену, терпеть свою ношу. Это тоже для Бога надо делать. Мужчина не только молиться для Бога должен, он должен также терпеть свою ношу. И еще чего мужчина не должен делать никогда. Он не должен никогда свою жену считать глупой. Потому что женщина по природе, она нерассудительна. И это может показаться, что она глупый человек. Но если уж говорить о глупости и разумности, то нет больше слушателя, лучше слушателя, чем женщины. Вот смотрите, самое высшее проявление мужского разума — это способность смиренно слушать старшего. Когда мужчина развивается и становится очень развитым, он способен внимательно и смиренно слушать старшего. В основном мужчины не слушают старшего. Вот как, допустим, лекции слушают женщины, как мужчины? Женщина как слушать лекции? Показываю. Вот так. Мужчины как слушают лекцию? Так, это ты говоришь правильно, я согласен. С этим посмотрим еще, подумаем. Женщина просто все всасывает, когда лекцию слушают. Она все принимает, она очень верно слышит лекции. Это признак очень высокой развитости интеллекта. Но женщина сама по природе нерассудительна. Ее природа находится в тех рамках, которые она услышала и узнала. Женщина великолепно ориентируется в том пространстве, в котором она изучила и узнала. Ей очень легко там жить, и она там очень виртуозно все знает и понимает. Мужчина способен жить в том пространстве, которое он не понимает. Мужчина – это вызов судьбы. Мужчина – это тот человек, который ищет новое. Он пытается понять, разобраться в той ситуации, которая непредсказуема. То есть мужчина живет там, где все неизвестно. Поэтому по природе мужчина всегда сомневается. Женщина умеет верить и принять ситуацию, и обучиться. А мужчина всегда умеет найти новое решение вопроса и взять на себя ответственность. Почему женщина не берет на себя ответственность? Потому что она боится нового и неизвестного. А мужчина не боится нового и неизвестного, он идет в бой. Видите, какая разница? С одной стороны, женщина становится в результате своей склонности все изучать и понимать, она становится очень экспертной в жизни. То есть женщина, она очень хороший специалист в том, как создать семью, как жить в семье, как готовить, как убирать, как стирать. Она эксперт в людях, она понимает, кто есть кто, как кому себя вести, кому можно верить, кому нельзя. Женщина во всем этом эксперт. Но мужчина эксперт в том, чтобы победить судьбу, в том, чтобы принять правильное решение, в том, чтобы преодолеть трудности, в том, чтобы идти вперед в семейной жизни, не бояться сложностей. Женщина сразу пугается, когда что-то тяжелое в судьбе наступает. Мужчина не пугается, он способен побеждать. В этом разница. И несмотря на эту разницу, мужчина не должен женщину считать глупой. Потому что если мужчина женщину считает глупой, а женщина, естественно, не склонна принимать решение, она не склонна ориентироваться в той ситуации, которая неизвестна, это не то, что она глупая, она не склонна к этому. Это не ее природа. И если мужчина женщину считает глупой, значит, он обрекает себя на глупость. Потому что женщина — это сердце мужа, жена — это сердце мужа. Если мужчина хочет знать, кого себе на работу брать, кого не брать, с кем дружить, с кем не дружить, как относиться к какому человеку, он должен подойти к своей жене и спросить ее. И она ему скажет блестяще точно, безошибочно, годы пройдут, чтобы он это узнал. А женщина сердцем почувствует это сразу. И какой мужчина становится глупцом, если он не уважает мнение своей жены? Он становится первым глупцом, глупцом номер один. Потому что женщина, она хоть и пилит мужа, но она говорит ему всю правду о нем. Всю правду. Потому что если мужчина не будет слушать то, что она ему говорит, он никогда не будет работать над собой. Женщина — это естественный наставник семьи. Она не может скрыть правду, она всегда ее говорит. И мужчина должен прислушиваться, хоть и слова женщины не имеют веса. Слова мужчины имеют вес, но слова женщины не имеют веса, но они имеют истину в себе. Часто слова мужчины имеют вес, но не имеют истины. Но слова женщины имеют истину, но не имеют веса. И поэтому женщина даже не означает, говорит, может быть, тебе не стоит вот с этим человеком иметь дело. Он, мне кажется, в бизнесе тебе обманет. И она это говорит очень ненавязчиво. Если он скажет, ты уверен, она говорит, я не знаю. Надо прислушаться к этим словам. Потому что через женщину часто говорит Господь. Этот мужчина должен быть очень чутким и заботливым, и внимательным по отношению к своей жене. Он должен быть очень чутким, очень внимательным, что она говорит, что она делает. Он должен уважать женское начало. У меня вопрос к мужчинам. Как вы думаете, как приходят деньги в жизнь? Как сделать так, чтобы много денег было? Бог дает. Бог дает. А кому? Нет. А? Кто просит, то вы дает. Кто просит, вы ошибаетесь. Я могу тысячу лет просить денег, но денег не будет. Это такой скользкий вопрос. Надо взять. Ответственность, факт. Не всегда много денег, даже в этом случае получается. Больше уже денег, уже лучше. Просить бесполезно вообще. Ответственность взять, лучше больше денег будет. Жену брать. Как? Жену как? Жену брать. Трати больше. Что, жену, ну-ка, ну-ка? Жену тратить. Жену любить. Жену брать. Жену тратить больше. Уже ближе. Еще ближе. Придал им взять, кастбассно. Жену у вас придал нам взять. Это вы хитрые уже, значит. Это уже не ответственность. Это хитрость уже. Но если человек хитрый, то не значит, что так и будет. Энергия процветания. Энергия процветания, да. Спасибо вам, что женщины знают. Хорошо, мужчины, я сейчас вам кое-что расскажу интересненькое. Вот смотрите. Деньги, влияние, власть, красивая речь. Все это женская энергия, не мужская энергия. Если мужчина уважает женское начало. Женское начало уважать очень трудно. Внешне женское начало кажется таким глупым, беспомощным, несчастным, постоянно скулит, что-то и так далее. Очень трудно внешне уважать женское начало. Но, если мужчина достаточно разумен, чтобы уважать свою жену и относиться к ней благородно и бережно, тогда женское начало — это божественная энергия. Энергия Бога становится к такому мужчине благосклонным. В чем эта благосклонность выражается? Она выражается в том, что такой мужчина способен почувствовать, куда устроиться на работу, с кем сотрудничать, с кем вести бизнес, кто его обманет, а кто не обманет. Такой мужчина способен почувствовать волю судьбы хорошую и волю судьбы плохую. Но если мужчина грубо и жестоко обращается к женщине, пытается эксплуатировать женскую природу, тогда женская природа будет эксплуатировать его. Как она это будет делать? Он будет пахать, как и шаг. Он будет попадать в ситуации, где его будут обманывать. Он будет всегда чувствовать, что судьба очень строгая и со злобой относится к нему. В целом существует три мужчины, три проявления женской природы. У одной женщины всегда есть третья энергия. В зависимости от того, как вы будете жить, и в зависимости от вашей судьбы прошлой, вы получаете преобладание одной из этих трех энергий. Первая природа женская. На санскрите называется дурга. Эта природа означает покоцать. Эта же природа, она бьет мужчину, мучает. От чего возникает эта природа? Откуда появляется такая природа женщины? Мучает мужика. От чрезмерной привязанности к телу женщины. От чрезмерного желания секса. У женщины из женщины выходит дурга. То есть энергия разрушительная, непреодолимая сила, проклинающая энергия. Такая женщина пилит, ругает мужа, постоянно злится на него и ничего с собой не может сделать. Она постоянно вот так себя ведет, капризничает рядом с ним, ругает, пилит, мучает его. Это первая природа женщины. Вторая природа называется сарасвати. Более высокий уровень. Когда мужчина работает над собой, изучает как правильно жить, строит с женщиной отношения с позиции разума. Он говорит, не печалься, не плачь, успокойся, все будет хорошо. Она говорит, ничего не будет хорошо, все будет хорошо, не волнуйся. То есть с позиции разума строит отношения. Дает ей возможность покапризничать. Тогда через женщину приходит вторая энергия женская, называется сарасвати или ученость, энергия знания. Такой мужчина становится знающим. Ему в жизнь приходит понимание, как строить дела, как строить отношения. Он знает, как устроен этот мир, куда ехать, куда не ехать, где жить, где не жить, что покупать, что не покупать. Все у такого мужчины ладится с пониманием вещей, если он просто способен терпеть свою жену. И не сильно домогаться до нее, в плане ее тела. Женщина такого мужа становится сердцем его. Она чувствует истину. Она им подсказывает во всем. Становится другом, верным другом в жизни такая женщина становится. Соратницей такого, как Ленина Крупская. Она соратница была, Крупская Ленина. Она им помогала жить, давала ему правильные советы в жизни. Следующий уровень. Когда мужчина становится духовно твердым. Когда мужчина не пытается эксплуатировать женщину, а служит только ей. Он достигает возможности контролировать свои чувства. Не просит в жизни лишнего себе такой мужчина. Всегда готов заботиться о женщине, дарить ей подарки. Заботится о своих детях и ничего не требует для себя. Когда мужчина так живет, то дальше через женщину начинает действовать следующая самая высокая божественная женская энергия. Ну, в плане личной жизни, личных отношений называется лакшни. А эта энергия уже дает мужчине богатство, славу и процветание. Такой мужчина ни в чем не будет в жизни нуждаться, и ничего не будет для него недоступного. Все, что он пожелает, он достигнет с этой своей цели. Если мужчина отрекается от наслаждения женщиной, то тогда женская энергия дает ему все это наслаждение. Он будет очень богатым, известным, знаменитым, сильным, влиятельным такой человеком. Если он в прошлой жизни этого достиг, то в следующей жизни он с рождения уже это получает. Таким образом, цель жизни мужчины – это работа над собой аскезы. Те мужчины, которые хотят постоянно балдеть, пить пиво и наслаждаться сексом с женщиной, никогда не достигнут в своей жизни успеха и процветания. Шансов нет. И полная иллюзия думать, что это возможно. Те мужчины, которые лишают себя чего-то в жизни, они достигают успеха. Те, которые хотят балдеть и наслаждаться, не способны быть успешными в жизни. Вот я немножко сказал и мужикам. И заодно женщины кое-что про себя узнали. Да? Что напрямую женщинам говорит не надо. Это нехорошо. Итак, давайте еще более подробно и четко остановимся на обязанностях мужчины. Да? Начнем теперь с мужчины. Мужчина обязан уважать свою жену. Это первая обязанность. Уважение жены означает считать ее равной себе. Некоторые говорят, что веды считают, что женщина должна быть младшей, ниже. Она должна... Женщина — это подчиненное начало, мужчина — руководящее начало. Кто так должен думать? Женщина. Мужчина, вы слышали меня или нет? Это важный вопрос. А мужчина как должен думать? А мужчина должен думать, что моя жена не ниже меня, а равна мне. А может быть даже в каких-то вопросах и выше меня. Вот так должен думать мужчина. Да, мужчина так считает. Женщина естественно начинает признавать его и уважать. Естественно это происходит у нее. Само собой. То есть это уважение, энергия уважения — это мужская природа. Это мужская энергия. Когда мужчина уважает женщину, ценит ее, женщина естественно становится послушной и начинает уважать мужа. Так первая обязанность мужчины и женщины — уважать друг друга. Как женщина уважает мужчину? Как женщина уважает мужчину? В чем уважение заключается? Цель уважать его. Важно. Очень важно. Но я сейчас одну фразу скажу, и вы тогда поймете суть. Но вы говорили и сказали правильно. Еще какие варианты? Поддерживать — это хорошо. Но уважение — это выше, чем поддерживать. Принимать характер — супер, но этого недостаточно. Вдохновлять, любить — все классно. Но вы не сказали главное, что причиняет вам сильную боль. Поэтому вы этого не говорите мне. Слушаться правильно. А еще точнее. Принимать его мнение как главное. Вот это вызывает сильную боль. Ни одна женщина сейчас не согласится с тем, что я сказал. Это вызывает боль. У любой женщины это вызывает боль. Но уважение к мужчине означает именно это, а не что-то другое. Вы все сказали правильно, но не сказали самого главного, потому что это самое главное, очень трудная вещь. По-настоящему уважать мужчину — это считать, что его мнение самое главное. Если вы так будете поступать, то это значит, что вы в жизни получите все, что вы желаете. Женщина почему мнение мужчины не считает главным? Она боится не получить то, что желает. Как вы думаете, что женщине легче? Отказаться от того, чего она желает, или отказаться от своего главенства? Ну-ка, женщины, давайте поразмыслите, что легче для вас. Конечно, потому что женщине отказаться от того, что она желает, вообще невозможно. Женская природа так устроена, что если она чего-то захотела, до свидания уже, счастья. Она не может от этого отказаться. Все, это невозможно для нее. И так природа женщины устроена. Теперь для мужчины. Что легче? Отказаться от того, чего ты желаешь, или от главенства? Конечно, мужчине легче отказаться от того, что желаешь. Мужчине невозможно отказаться от того, что он старший. Это очень трудно, непреодолимо для мужчины. Женщине легче отказаться от того, что она старшая. Но женщине тяжелее отказаться от своих желаний. Теперь обязанность мужчины в чем заключается? Выполнять желания женщины для того, чтобы быть первым. Когда мужчина выполняет женщиной желания, женщина готова считать его первым, а не вторым. Она легко отказывается от своего главенства. Но если мужчина скупец, он не хочет выполнять желания жены, тогда она будет его пилить. Она не будет считать его главным. Она будет его мучить постоянно. И так женщина должна уступать в главенстве мужчинам, зная, что в этом случае его сердце становится щедрым. Надо узнать такую природу мужчины. Когда женщина уступает, мужчине говорит «ты главный», то это означает, что он ей отдаст все, что она хочет. Понятна система или нет? У кого так система работает? Поднимите руку. Вот, пожалуйста, видите, вот работает. А у кого не работает? Поднимите руку. Не работает. А вы считаете его лучше, главнее? В главном нет, поэтому не работает. У кого еще не работает система? Поднимите. Ну смело. У вас не работает. А вы считаете его главным или нет? Считайте и не работает система. Он вам не дает то, что вам положено. Не дает. Интересный случай. Давайте разбираться. Очень важно. Сейчас мы с этим микрофончик туда. Сейчас мы будем разбираться. Это очень интересно. Есть наука. И когда есть артефакты этой науки, то всегда интересно изучить. Итак, в чем заключается ваше уважение к его старшинству? Как вы это понимаете? Я понимаю, и я вообще понимаю, как это будет. Как? Я понимаю, каким как он будет. Вы еще не понимаете, я учняюсь. А он? Он понимает, как должен. Все. Как должен, и все. Отлично, суперинтересно. Ваше желание не учитывается в жизни? Нет. Нет. Что это значит? Женщина очень важна. Вы услышали? Я соблю меня, у меня и желание пропали. Желание пропали. Вы услышали, женщина? Знаете, что это значит? Нет, служение. Нет, служение как раз есть. Служение есть. А вот возможность воспитывать мужа нет. Это означает, что женщина рядом с мужчиной потеряла себя. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Смотрите, когда женщина очень ценит то, что мужчина ей дал в жизни, она становится беспомощной перед этим желанием иметь его рядом. И она готова терпеть от него все, лишь бы это то, что он дает, не потерять. Например, мужчина очень состоятельный, имеет высокое положение в обществе, может дать хорошую квартиру и так далее. У него много возможностей, что дать. И женщина тогда теряет себя. Она ему все позволяет, уважает его как старшего, но при этом она не способна его воспитывать. Ваш случай? Ваш случай. Так это грех так себя вести. Любовь к женщине должна иметь две стороны медали. Первая сторона – уважать мужчину как старшего. Вторая сторона – воспитывать, говорить ему правду. Да? А это жадность, потому что он движет женщины в этом случае, потому что она возникает. Жадность, да. У женщины природный недостаток – это жадность. Женщина очень жадная. И завистливая. Но завидует другой женщине, не моберна, если так красивее. И тем самым вы гробите его жизнь. А он никогда не будет. Нет. В вашем случае надо не ждать, а наказывать его. Это не наказание, это проклятие. Наказывать не означает уходить. Наказывать означает чуть-чуть подальше держаться и мучить. Говорить ему, как правильно надо делать. Словами ему наказывать. Поведением чуть-чуть можно держаться подальше. Не разговаривать с мужем наказывать можно. Не разговаривать. Вы объект любви. И если он ведет себя неправильно, вы краник любви отключаете. Не улыбаясь, не разговариваете. Уполняет свои обязанности, но не даете близких отношений. Он мучается, мучается. Без любви же люди не могут жить. Говорит, ну ты что? Почему ты так себя ведешь? Ему говорите, пожалуйста, перестань быть грубым. Перестань быть вот таким вот высокомерным. Я тоже человек, так же, как и ты. Ну, мало, значит, силы прилагали к этому. Эти женщины – это ваша обязанность воспитывать мужа. Вы должны это делать. Надо силу в себе купить. Женскую силу. Вот сильная женщина как себя ведет? Она может молчать с мужем, не разговаривать. А почему женщины, некоторые, не могут не разговаривать с мужем, не могут молчать? В чем причина? Счастье хотят. Да, хотят балдеть от мужа. Они не хотят его воспитывать. Если они хотят балдеть, то он начинает наглеть, значит, соответственно. Видите, надо женщине учиться терпеть характер мужа. Терпеть означает воспитывать. Не пилить его от него, а воспитывать. Это девочка там балдеть маленькая. Трудно, женщине? Трудно же, правда, воспитывать мужчину. У нее же характер, как скала твердый, такой неприступный. А из мужчины, из... А? Не поддается. Не поддается, правильно. Что делать? Что делать женщине? Молиться. Правильно, молодцы. Когда вы молитесь, вы получаете силы. У вас становится много сил, вы можете преодолеть. Но я сейчас говорю о знании. Вам надо просто узнать, кто такой мужчина. Вы не знаете, у вас не хватает знания. Попытайтесь понять разницу между мужчиной и женщиной. Сейчас я вам объясню. У человека есть два психических цилиндра. Один снаружи, другой внутренний. У женщины внутренний цилиндр психически твердый, как скала. Неизменный. Изнутри женщину поменять невозможно. Вот у нее какой характер, какие наклонности есть, какие привычки есть, взгляды. Так это все остается. Имеются привычки, наклонности. Допустим, женщина обидчивая, она обидчивая остается. Женщина, допустим, капризная, она капризно остается на всю жизнь. Женщина ревнивая, она ревнивая остается. Это внутренний цилиндр женщины, очень плотный, неизменный. Но снаружи женщина мягкая и покладистая. Она может хоть и обидчивая, не обижаться. Она может хоть ревнивать, не ревновать. Она может все вести себя хорошо и правильно. Потому что снаружи женщина очень мягкая и податливая. И у нее мягкая и податливая природа. Поэтому она легко устанавливает отношения. Легко дружит, легко привыкает к ситуации. Она в какой-то поликтив попадает, раз, становится такой же, как этот поликтив. Я уже не знаю, она совсем не глядя. Замуж выходит, раз, становится такая же, как мышка. Видите, так рождается, она такая же, как ребенок становится. Она быстро привыкает к ситуации, меняется. Женщина очень изменчивая природой внешне. Но внутри очень твердая и неподвижная. Мужчина, когда девушку женщину видит, он думает, «Господи, она такая покладистая, мягкая, мне с ней так будет легко, у ней такой мягкий характер такой, она соглашается со всем». А я ее спрашиваю, «А тебе нравится, что я летчик?» Она говорит, «Да, всю жизнь за летчика мечтала». Хотя она об этом раньше вообще не думала. В общем, такая вот ситуация. Думаю, блин, как классно. Еще не знают. То есть изнутри женщина, как камень. С ней ничего не сделаешь. Пересилить женщину невозможно. Мужчина не может победить характер женщины. У нее как камень характер твердый. Изнутри, неизменный. Кто из женщин не согласен с этим, подмитрия? Все согласны? Я еще ничего не сказал, только говорю. Дайте мне. Вот смотрите, когда к вам молодой человек подходит, он хочет признаться в любви, начинает говорить. «Я вот хочу». Она ему говорит, «Ты когда признаешься в любви?» Так он уже начал. Точно так же сейчас. Я уже вам отвечаю на этот вопрос. Кто спрашивал, где рука? Поднимите руку. Я вот об этом вам и говорю, как воспитывать мужчину сейчас. Рассказываю вам. Вы слушаетесь? Наберитесь терпения. Теперь, видите, характер какой твердый у женщины? Он не может терпеть. Как воспитывать мужчину? Теперь мужчина. Снаружи очень твердый. Характер очень твердый. Женщина думает, блин, как камень. Вообще с ним ничего не сделаешь. Он как камень твердый, коррактный, неприступный такой. Я сказал тебе, я пактел. Я сказал, я пактел. Ничего с ним. Вот и туда, и сюда. И по лекциям, и так уже. Я сказал, я пактел. На лекцию не буду ходить. Все. Не нажмите твое, Олег Геннадь. Все. Сказал, все. Сказал, футбол буду смотреть. Буду смотреть. Все. И ничего не сделаешь. Да, женщина? И ничего не надо делать. Сейчас я вам объясню кое-что интересненькое. Хоть мужчина снаружи вот такой твердый, неприступный, внутри он мягкий, как масло. Его характер на самом деле меняется очень сильно. И если взять в течение жизни, посмотреть, женщина, например, какая была, такая и осталась. А мужчина может поменяться полностью. Изнутри он стать совсем другим человеком может. Вообще. Полностью. Как будто бы вообще не тот человек. Вот когда моя жена, она посмотрела у меня в 18 лет, говорит, за такого я бы ни за что, никогда замуж не вышла. Ну, то есть, у меня характер поменялся, теперь ее это устраивает. Вышло, да. Вышло, да. Но когда уже поменялся характер. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что у мужчины меняется характер. Это должны женщины признать. Есть одно но. Одно но. Маленькое но. Чтобы вот в эту глубину мужчины попасть, для этого надо принять все, что снаружи. И сказать себе, мне Бог вот такого дал, и я должна это принять. Это моя ноша. Две вещи, которые женщина должна принять в своей жизни, моя хорошая. Первое, это достаток мужа. Вот какой есть, такой есть. Я принимаю. Второе, его характер и привычки. Характер означает привычки. Так как женщина податливая, она узнала, что пить вредно, раз, сбросила. У женщины нет привычки. Не надо что-то, она не делает. Нет проблем. У мужчины есть привычки. Внешний психический цилиндр у него очень твердый. Если он хочет на сцену идти, значит, он будет идти на сцену. С ним ничего не сделаешь уже. Если хочет рядом с Олегом Геннадьевичем на лекции стоять, значит, будет стоять рядом с Олегом Геннадьевичем. Такова мужская природа. Девочка, она не будет. Она стоит в сторонке и смотрит. Мужчина, мальчик, он будет ходить и встать возможности на сцену. Надо принять характер. Вот так же, как вы характер своих детей принимаете. Вот поднимите руку женщины, у кого у мальчика неупрямый характер. Вот прям вот, что хочешь, что я делаю с ним, да? А поднимите руку, у кого упрямый характер. Видите, в основном. Вы приняли это или нет? Да. Приняли. Значит, ваш мальчик будет разумным человеком. Если у вас у мальчика неуправляемый, упрямый характер, это признак его силы и воли мужчины. Как воспитывать? Надо его принять сначала. Надо принять ребенка таким, прежде чем воспитывать. Точно так же и мужчину. Если вы хотите его воспитывать, сначала примите его характер. Вот примите, что он такой человек, это хорошо. Упертый, как баран, это хорошо. Любит телевизор смотреть. Нормально. Все принимаем по очереди, молимся и принимаем все, что снаружи. Вот когда вы все приняли уже, поднимите руку к женщине, которая все, совсем согласна уже со своим мужем. Есть такие женщины? Вот вы вдвоем сможете воспитывать теперь своих мужей. Вы совсем, если согласны, у вас нормальное сердце лежит. Вот теперь с этого момента вы сможете их воспитывать как? Сейчас объясню, как. У мужчины очень сильно выражен защитный слой. Мужчина это воин, это тот, кто сражается судьбой, побеждает. Ему нужна большая защита, каркас защиты очень большой. Но разумная женщина видит в своем муже ребенка, видит, что он на самом деле покладистый, мягкий, добрый человек внутри, изнутри. Разумная женщина способна это разглядеть. Как она это способна разглядеть? С помощью своего уступчивого подхода. Когда женщина принимает все внешнее в мужчине, тогда она может ему по-доброму что-то сказать, и это пойдет сразу туда, внутрь. Но так как каркас плотный, поэтому дойти будет, доходить будет не сразу. Вот, например, вы решили, вот, допустим, чего у мужа сейчас, ну, не хватает ему чего-то. Ну, что в характере не так? Давайте, ну, на вскидку, допустим, будет, да. Хорошо, чересчур мягкий характер. Все, поехали. Вот. Вы ему говорите, когда вы приняли эту мягкость уже, да, вы говорите, это хорошо, что ты чересчур мягкий, но лучше быть немножко потвердже. Это тебе лучше в жизни будет, тебе это поможет. Когда вы сказали, нормально, что ты очень мягкий, он сразу же принимает ваши слова и дальше. Он это принял. Теперь лучше бы тебе было чуть-чуть потвердже быть. Он сразу станет потвердже, нет? Нет. Он просто примет это и все. Теперь сколько нужно сказать вот так вот, чтобы он начал думать об этом? Много, да. Допустим, раз пятьдесят, как минимум. Итак, вы потихонечку, вот так принимая мужа, пятьдесят раз подряд, ему говорите, не подряд, а каждый день, после обеда, допустим. Говорит, у меня такой мягкий, добрый, ну, лучше бы тебе быть чуть-чуть потвердже. На пятьдесят раз до него дойдет. Потому что вот этот защитный слой пройдет за пятьдесят раз. И потом бац, в какой-то момент он задумается, почему мне жена так говорит все время. И он начнет работать над собой, победит свой характер. И это победит тоже. Обязательно. Но почему мужчины чаще всего не побеждают в себе характер? Потому что у женщины нет понимания его природы. Женщине очень трудно понять, что мужчине надо много говорить, чтобы до него дошло. Потому что женщине достаточно один раз сказать по-доброму, она услышала и начала меняться. Вот я женщине один раз его сказал, она услышала уже. А мужчина, если бы сидел, 50 раз бы надо было по-доброму сказать, и он бы не услышал. Но на пятьдесят первый, если бы он услышал, он бы себя начал менять. Вот женщина услышала, это не значит, что она будет что-то менять в своей жизни. Она услышала, узнала, где правда, но при этом менять себя ей очень трудно. Женщине трудно себя менять. Очень трудно. Отказаться от того пути, который она в жизни выбрала. Но мужчина, если он узнал, где правда, он просто выгрозит этот путь. Если он понял, где правда, он просто пойдет туда и все победит. У него есть такая возможность. Понимаете, в чем разница? Но понять, где правда, мужчине очень трудно. Поэтому нужно по-доброму, спокойно ему говорить правду. Вы говорили своему мужу по-доброму, спокойно, правду или нет? Говорила? Мало. Мало. У вас не хватало решимости в этом. Надо женщина должна быть очень настойчива в своем. У вас есть дело в том, что у этой девушки, у нас же у женщин есть дело в том, что мы не можем отказаться от своих желаний, а у нее желаний нет. Если у нее были желания, возможно, она просто потерпела, додержала в этот момент воспитания. А раз она ничего не ожидает, она живет в своей жизни? Нет таких женщин, у которых бы не было желаний. Она же задала. Отказалась, это она зажала эти желания. Она же жизнь не знает. Знает. Все женщины имеют желание, не думают, что одни имеют, другие нет. Да и есть желание, тогда мужчина спешит. Факт. И желание женщина способна воспитывать. Но почему женщина не уважает себя и свои желания? В чем причина? Жадности. Женщина боится потерять то, что имеет. Вот смотрите. Если, допустим, вы получаете в бужья директора фирмы, вы будете его уважать или нет? А свои желания будете с ним зажимать? Свои желания? Да. С какой стати? Хорошо. А если мэра города получаете? А какая разница? Разница большая. А мои желания при чем? А ваши желания при чем? Мэра города потерять можете? Нет, ну как? Ну как? Начали капризничать, он скажет, ну извини. Нет, только не надо капризничать. Не надо. Видите, испугались сразу. Нет. А если вы Путина получаете, мужья? Путина, понимаете? Президента страны. И если на пути что-то не так делает, возьмет и бросит. Я буду все так делать, и желания буду. И желания будут свои. Но уже видите, ваш голос изменился. Вы стали немножко по покладости. Я вот об этом и говорю, что женщина, когда слишком много получает в мужья, то она не справляется психически с этим. Она боится потерять и в результате не воспитывает. В этом причине. Не то, что у нее нет желания. У нее есть желание, но и желание она сдерживает из-за того, что она боится потерять. Она теряет себя рядом с мужчиной с таким. Просто причина в том, что вы же сказали недавно, что женщина видит многое наперед, а мужчина доходит уже потом через несколько лет. И когда ты говоришь, что через несколько лет что-то доходит, это потом на пятый, и на почте пошло, уже нет силы, уже где-то померяешься. Почему нет сил у вас? Ну нет, например... Ну это же ваша проблема. Нет, а потом силы появляются, когда приходят первые результаты твоих силы. Правильно, да. Ну как, дайте микрофон. Вы не стойте. Видите, я заговорил, кто-то со мной. Раз, подошли и дали микрофон. Вот женщина сказала, еще раз повторите, когда нет сил, когда появляется. Чего-то не расслышал. Ну давайте еще раз. Уже забыла. Хорошо, я скажу. Да, когда женщина, видя заранее результат, предупреждают мужчину об этом. Мужчина имеет такую особенность, но не слушает, не принимает это. Да. Продолжает, что он проходит год, еще что-то увидела, говоришь, говоришь к мужчине. И тут в какой-то момент, потому что мужчина не принимает эту информацию, не слушает этого, в какой-то момент происходит тушка этой руки. И ты теряешь, как говорится, свою силу и выгружение. Это хорошо или плохо? Это плохо, потому что я не удерживаю, как у мужчины какой-то период получает. До тех пор, пока они боятся первые плоды того, что я говорила. Уже руки опустились, а плоды вдруг появились неожиданно, да? Идут начинать. Потому что работа-то у него внутри. Я же говорила. Как это? Это же ужасно. Понятно, женщины, да? То есть вы уже перестали говорить, а он вдруг начал делать так, как вы хотели. Потому что до него доходит как до жирафа, понимаете? Вы уже к жирафу сказали, как бы что-то, да? Вы думаете, что он не услышал, а потом раз смотрите, а он начинает это делать, да? Вот так до мужчины доходит. А если он не начинает, на грабли наступает, а потом на тебя еще обвиняют? Нормально. Или на картову. На картову, да. Запомните, всегда мужчина обвиняет женщину во всем. Женщина обвиняет мужчину. Это нормально. Не надо на это обращать внимания. Мы постоянно хотим считать, что мы хорошие, другое плохие. Это наша природа. И мужчин, и женщин одинаковые. Женщины считают мужчины во всем виноваты, мужчины считают женщины во всем виноваты. Это нормально. Не надо на это обращать вообще никакого внимания. Если близкий человек вас обвиняет, кто больше всего оскорбит вас в жизни? Враг? Нет. Близкий человек. И эти оскорбления являются проявлением любви всего лишь, эмоций. Не надо обращать внимания. Даже если близкий человек скажет, я тебя проклинаю. Никакого проклятия нет на самом деле. Это просто игра энергии любви и все. Никакого проклятия нет. Просто люди ругаются между собой. Раз, два, три. Раз, два. Да, микрофон включен. Возьмите второй. И? Надо выключить тот, чтобы заработал лайнер. Тот выключить надо, да? Ну, выключите, да, выключите. Выключил. Раз, два, три. Вообще не работает. Раз, два, три. Включите назад. Включила? Слава богу. Этилоника не всегда работает. Ну, ладно. Геннадьевич, подскажите все-таки, что женщине? Женщине же очень сложно промолчать, как это проходит какое-то время, и ее слова, ну, там буквально, как-то, весновидящие, подсказывают, да? Кто-нибудь, да невозможно, что-то происходит. Для этого нужна духовная сила. Понимаете, женщине в сердце дано знание правды. Чего ей не дано? Силы, как и любому человеку духовной. Надо просто молиться, духовную практику совершать, делать добрые дела, и продолжать вдохновляться. Откуда силы брать? Понимаете, ваша проблема, что вы не знаете, откуда приходят силы. Говорят, у меня нет сил. А у никого нет сил. Вот мне, допустим, чтобы лекцию прочитать вам, у меня каждый день нет сил. Я каждый день рано утром встаю и думаю, я не смогу эту информацию людям донести. Это очень тяжело понять. Каждый день у меня нет сил. Я начинаю молиться своему наставнику, духовному учителю. Через час, через два появляются силы. И решимость, которую я сейчас имею в донесении информации, это не моя решимость. Это энергия Бога, понимаете? Это не мне принадлежит. Если бы я не верил в своего наставника и в Бога, тогда не было бы сил. Ваша проблема заключается в том, что у вас неправильно сформирована вера. Вы верите только в свои силы. Когда они кончаются, руки опускаются. Каждый человек должен каждый день молиться Богу для того, чтобы никогда у него не опускались руки. Надо переключатель этот сделать со своей веры на веру и в святость. Если вы о святом человеке думаете, вы наливаете силы сразу же. Они эти силы не кончатся. Пока вы думаете о нем, силы продолжаются. Вы думаете о святом человеке, силы продолжаются. И так вы будете побеждать всегда свою судьбу. Сейчас я хотел бы на сцену пригласить своих друзей. Эти люди, которые делают очень важные вещи в жизни этого города. И я не хочу их не представить. Дело в том, что здесь в Новосибирске живет один удивительный человек. Он в основном здесь не живет. Он в основном ездит по всей стране. Мой друг и соратник. И ни разу с ним здесь не встретился в Новосибирске. Владимир Георгиевич Жданов. Да, на прошлой лекции был. Да, на прошлый раз он был. Но один раз я его встретился. Этот человек спасает всю страну сейчас. У нас в 40% мужского населения, трудоспособного, не в преклонном, а просто в трудоспособном возрасте, умирают от пьянства в нашей стране. Это очень высокая, самая высокая цифра в мире. Понимаете, наша страна спивается просто. И Владимир Георгиевич, он спасает людей. Он спасает их от пьянства. И его лекции, когда люди слушают, они реально побеждают свою судьбу. И вот этот вот такой большой, сильный человек, он помощник Владимира Георгиевича Жданова. Этот проект называется «Общее дело». В чем этот проект заключается? Надо брать диски Жданова, его лекции и распространять просто людям. Надо их записывать. И еще нужно подходить вот к этому человеку, подойти после лекции и сказать, чем я тебе могу, брат, помочь. Может быть, словом, может быть, делом, может быть, связями, чтобы его энергия пошла во все направления, чтобы в вашем городе люди поняли, что пьянство – это убийца нашей нации. Здравствуйте. Меня зовут Георгиевич Владимир Георгиевич, я являюсь новостительским координатом проекта «Общее дело» российского. Наш общероссийский проект – это общественное движение, объединяющее всех людей доброй воли, которые хотят отрезвить наше общество. Но мы не только, как другие проекты и другие направления наши, мы боремся с пьянством. Мы хотим людям дать истинное понятие о том, что такое алкоголь, что такое табак, что такое наркотики и так далее. И люди таким образом сами себя потом отрезвляют от этого яда. Мы являемся поддержкой президентских инициатив, потому что наш президент очень плавишеский человек. Он заботился о том, чтобы его нация тоже была здоровая, крепкая, чтобы люди разумные жили. И вот в частности, как раз я хочу к вам обратиться, потому что здесь как раз собираются все разумные люди. Я знаю, что основная масса людей вы, конечно, не пьете, не курите, там, ноги, ветерянцы и так далее. Такие люди нам нужны. Нам требуются лекторы, которые будут давать лекции в школах, предприятиях, в разных учебных заведениях. Но везде, где только можете, где только можно, мы проводим наши акции. Если у вас есть такая возможность, то вы можете нам комендовать эти встречи, где-то договориться с руководством каких-то там предприятий, учебных заведений, военных частей, Министерство обороны, мы везде даем эти лекции, везде проводим наши семинары. Это интерактивные такие семинары, они включают в себя четыре занятия, на которых рассматриваются как раз эти алкогольные, проекты антитабачные, антинаркотические проекты. И еще одна лекция включается как раз вот по лекциям Олега Геннадьевича и наших ведущих психологов. Это взаимоотношение как раз с подростковым населением, в школах, в институтах, в техниках и так далее. Мы даем возможность людям именно обрести знания. И таким образом мы просто им помогаем, когда человек обретает знания, сам отказывается от дурных привычек. Вот таким образом мы продвигаем наш проект в общее дело. Нам требуется, как бы сказать, если есть у вас такая возможность, мы будем рады и финансовой поддержке. Кто-то может оказать нам поддержку транспорта, кто-то может дать рекламу о нашем проекте, разместить где-то там, я не знаю, ну во всех СМИ и так далее, возможность рекламы нашего проекта. Видео-съемка, фото-съемка для того, чтобы это потом размещать в интернете там и рекламировать как раз треск в образ жизни. В этом сейчас общество наше очень нуждается. И поэтому, как бы сказать, тем самым мы еще и являемся патриотами нашего Отечества, нашей Родины. Владимир Владимирович Путин в своих последних тетисах как раз отразил направление именно России. Он сказал, что направление России – это духовная основа. Направление России – это эмоциональная, как бы сказать, как сказать, прошу прощения за долго же слово. Парагандравственная основа. Да, парагандравственная основа, и что именно прерогатива нашего государства – это движение к Богу. И этим самым мы хотим как раз привлечь всех наших людей вот парагандравственной основе к этому движению, к будущему, к процветанию. Вам надо заканчивать. Еще есть один человек, это мой друг тоже. Он в свое время продал машину и начал людей кормить. У него единственное, что была эта машина, но и продал, и начал кормить людей. Нищих, бездомных, детей всяких и так далее, бомжей. Это проект называется «Пища жизни». То есть некоторые люди хотят просто кушать. Вы, да, возглавляете? И этот человек, его этот проект распространился. Он хоть живет в Москве, этот проект распространился по всей России. Это тоже важно, просто заботиться о людях, кормить тех, кто нуждается в пище. Да? Здравствуйте, меня зовут Люгот. Вот, мы вчера и сегодня раздавали пикетики. Я долго не буду говорить, чтобы задерживать время. Вот, вообще информация есть на сайте, есть в пикетах, рамка информации. Мы также будем рады поддержке от вас, разносторонней, которая возможна. То есть сейчас мы набираем людей, которые в офис, если у кого-то есть свободный отель. И желание сотрудничать, мы будем рады. В ближайшие акции за 9 мая будем на площадку Юго-Заводном, у нас на озере. Значит, мы будем как бы там с полевой кухней кормить людей. Поэтому, если есть желание, можете приехать поучаствовать. И, ну, вернее, покушать. И, в принципе, как бы по телефону можно связаться. Если какие-то идеи будут, ну, и желание сотрудничать, и просто будем обсуждать это, и уже искать пути соприкосновения. Вот. Еще вы хоть меня не попросили, но я хочу сказать, что у нас здесь есть удивительный человек в Новосибирске, который в целом организовал все мои группы ВКонтакте в свое время. И сейчас также является одним из ведущих организоваторов клубов «Благость» по всему миру. Клубы «Благость» — это клубы, в которых обсуждают лекции мои. И люди собираются, чтобы дружить, общаться и развиваться вместе. Это Юра Соловей. Вот он скромно постоит. Там, в двух входах. И он очень такой яркий сторонник моих всех лекций, проповеди моей. И вот он вам может предложить приходить на эти занятия в «Благость» и дружить друг с другом, обсуждать лекции. Всего доброго. Дорогие друзья, у нас такая возможность сейчас есть пригласить вас в клуб «Благость». Клуб «Благость», когда создавался, он преследовал две цели. Первая цель — это получить общение людей и намышленников, потому что когда люди начинают изучать юридическое знание, они сталкиваются с тем, что у них нет поддержки. А вторая задача — это совместная деятельность. Совместная деятельность сейчас набирает обороты. Вчера на себе ощутили волшебные шарики, которые уже не первый год «Благость» сделали. И все это растет в геометрической прогрессии. Первый год это было 800 шариков, потом 1500 шариков, потом 3000 шариков, сейчас 6000 шариков. И уже людей, в последний раз 60 человек делало волшебные шарики, люди очень вдохновляются, поэтому и за шарики с ним упали. У меня вопрос. Вот вам по два шарика сколько? По два шарика или сколько вам раздали? По четыре. Вы насытились шариками, нет? Ну, как можно четырьмя шариками насытиться? Вы получили энергию любви, вы увидели, что вас никто денег не просил, вам просто дали вот эту сладкую пищу, вы поели, и что вы в сердце получили? Благодарность. Почувствовали, что есть люди на земле такие добрые, которые просто взяли, сложились и накормили целый зал шариками. На свои деньги, понимаете? Вот это то, что они делают, вот «Клуб Благости». Они культивируют энергию любви, заботы, понимаете? Что если весь город так будет жить, представьте, что в этом городе будет. Каждый захочет что-то испечь, и на улицу выйдет и угостит кого-то. Представляете, сколько будет любви? Тот, кого ты угостил, он не наестся этим пирожком, но он будет весь день счастье испытывать в своем сердце. Понимаете? Это не для калорий дело, есть эти пирожки, а для вашей любви, для того, чтобы вы в сердце свою любовь испытывали. И мне шесть шариков дали, я повезу жене своей. Я сам даже не буду есть. Повезу жене, чтобы она попробовала те шарики, которые здесь люди рисуют. Энергию любви отдам жене. Ни в коем случае не приходите в клуб «Благость», потому что, представляете, если вы все придете, то весь город наполнится любовью. Чего тогда останется в Новосибирске? У нас, наверное, время заканчивается уже, да? Сколько еще у нас до консолейства? 15 минут осталось? 10 минут? А? 15. Еще, еще, еще. Я бы тоже читал еще, но время, что сделать с временем. Я надеюсь, что мы сегодня в чем-то разобрались, да? Так, копнули глубоко. Более-менее, да? Я надеюсь, что девушка на меня не обиделась там, с которой общалась. Нет? Все нормально? Мы с вами просто так общались, чтобы людям помочь. Сложная тема. Все так живут, на самом деле. Все так же, как вам, всем тяжело. Просто не каждый готов так искренне все сказать. Поэтому мы с вами общались. Я могу ответить еще на пару вопросов. Чтобы у вас не было чувства, что я вас бросаю. Да? Ваш вопрос? Микрофончик. Записки. Давайте завтра я пол лекции на записки отвечаю. Мы собрали все записки. Я завтра буду отвечать, отвечать, отвечать на ваши записки. Завтра у нас четыре лекции, да, начинается? Ну, вот будем пол лекции на записки отвечать. Завтра практическая такая лекция будет. Ваш вопрос? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, мне будет очень сложно говорить. Моя ситуация такая. Я вышла самосто 21 год. Я вышла за человека, которому не потянулось в мое сердце. Ну, мы же как-то, ну, заставила, можно сказать. То есть перед этим был опыт несчастной любви, который кончился аборт. Вот. И я сказала себе, вот, есть мужчина, который, ну, как бы, может тогда с ними жить. Он идет не по-различески, он идет с серьезными навигнями. Дело в том, что, понимаете, сразу с первых дней он был очень быстрый мне как друг, но как мужчина неприятен был, неприятен запах его, неприятен по целу с ним. Но я взяла, ну, да, и в 18 лет я вот себя в аромию скручивала. Молила Бога об этом, даже повенчалась с ним, но это не было. Я учусь к нему. Понятно, что я вся часть любви была на него и скандалила, и все поводы выискивала, чтобы не идти в ее жизнь, не вступать. Вот через 15 лет жизни он ушел в другую женщину. И я знала, что вот это моя вина. Я все убрала ему вещи, чемпану даю щечку, сказал идти. Вот, ну, мне потом стало очень трудно. Бог дал нам двух мальчиков. Я осталась одна с двумя религиямишками, я очень сильно и испугалась, что, ну, не вытянула в материальном плане детей. Я стала, ну, на этом этапе я стала слушать ваши лекции. Вот, я стала работать над собой, менять свой характер и, ну, стала делать так, чтобы муж снова пришел, да, ко мне. Но это, опять-таки, было не от сердца, не от того, что я люблю его и не хочется быть с ним. Это я делала из страха, что я одна в материальном плане не вытяну детей. Господь сделал так, что муж пришел. Я скрутила себя парами рук, я была идеальной, просто женой. Я делала все так, как надо. У нас все в жизни было здорово. И вот на том этапе, когда в жизни стало все здорово, я не выдержала, взяла младшего сына, взяла личные вещи и уехала в деревню, я врач, я, как бы, работаю там. Самое интересное, получилось так, что Господь сделал так, что у меня есть все, у меня есть и квартира, есть машина. То есть у меня сейчас есть больше, чем я бы и имелась с мужем. Ну, там, это, боже, прям все. Очень интересно. Ну, понятно, что мира в душе... У вас устраивает такая жизнь? Нет, мира в душе нет. Мне не хочется быть одеваемым. Потом снова было... А еще Бог поселил меня рядом с малоселем женским. Это Томская область, малокотчина, если кто-то знает. Мы не сможем вас долго слушать. Ага. И должны заканчивать. Пожалуйста. Ну, вот получается так, что в мою жизнь пришел не мой человек. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Нет, второй человек, не муж. Опять не ваша. Угу. И всегда не ваша приходит. Ну, да. Видимо так. Ну, садитесь. Я вам разорвожу свою точку зрения. Садитесь. Я знаю вашу точку зрения. Я убедил ситуацию вашу точку зрения. Спасибо. С первого взгляда кажется, что безнадега, да? Ну, что, как это так? Вот не повезло женщине. Ну, вы поймите такую вещь, что во всем, что не повезло, так же есть и повезло. Потому что, на самом деле, вот это привлечение, отвлечение к мужчине, ощущение наслаждения его запахом, там, это ведь не является то, к чему надо стремиться в жизни. Это не то, что даёт результат, понимаете? И если она бы что-то, с чего семья началась, она сказала с самого начала, что человек был очень ответственный и хотел со мной жить. Вот это и есть любовь. Вот это и есть любовь настоящая. И если человек уважает именно эту любовь и начинает по-доброму к этому относиться, тогда и запах его тела становится приятным. Вы понимаете, проблема в этой ситуации была такой. И остаётся, где женщина-то, с кем я разговаривала? Проблема заключается в том, что вы продолжаете хотеть не любви. До сих пор вы продолжаете хотеть не любви, а желание наслаждаться в человеке. Потому что Бог вам уже дал один раз, по крайней мере, точно дал любовь. Сейчас я не вижу, чтобы Он вам дал любовь, но тогда, когда вы были с тем человеком, Он дал вам человека, который вас действительно любит. Он заботился о вас и так далее. Поймите такую вещь, что в прошлой жизни вы уже сделали этот грех. Вы променяли наслаждение на любовь. Поэтому Бог вам уже наслаждение не даёт. Вы наказаны в этом плане. Он вам никогда не даст вот это желание наслаждаться мужским телом. Вы наказаны, вы не получите это, потому что вы недостойны этого имени. Но Бог милостив над вами, Он дал вам любовь. И что вам нужно сделать? Вам нужно было заниматься духовной практикой достаточно для того, чтобы понять, что такое любовь. У вас нет этого знания в сердце. Вы понимаете, что любовь – это как раз и есть. Желание заботиться, верность, желание служить человеку, не бросать его. Это и есть любовь. И когда вы от этого счастья начнёте испытывать, то запах тела этого человека тоже станет приятен. Я могу привести пример. Можно легко определить, любит женщина человека или нет. Вот, допустим, простой пример. Если женщине нравится храп мужа, значит, она его любит. А если он раздражает её храп мужа, значит, она не любит. Даже женщина, когда любит мужа, даже когда он пукает, ей нравится. Это шутка, но это не шутка. Так и есть. Теперь, почему вам не нравится всё это? Вы думаете, что это несовместимость, что мне не повезло. А на самом деле причина заключается в том, что в вашем сердце нет любви. В вашем сердце есть только желание наслаждаться мужчиной. Всё это. Потому что когда у женщины есть любовь к человеку, она хочет служить ему, а вы хотели ему служить этому человеку, нет? Нет. Вот об этом я и говорю. Когда женщина начинает заботиться, интенсивно заботиться о человеке, служить, он же душа и вы душа. Две души могут любить друг друга, понимаете? Потому что они по природе такие классные. Мы все очень глубокие по природе, чистые, светлые, понимаете? Но из-за того, что у нас неправильное понимание вещей, мы не можем любить друг друга. Думаете, люди, которым нравится сексом друг с другом заниматься, им нравится запах, они любят друг друга, что ли? Это ваша иллюзия так думать. Это всего лишь просто внешнее привлечение и всё. Никакой любви там нет. А вам Бог дал больше, вам дал настоящего человека Бог. Я это вижу. Он реально к вам относился очень благородно. Но вы не относились и не относитесь. И причина в вас вся. Вам надо научиться служить близким людям. Надо научиться заботиться. Когда женщина заботится о мужчине, служит ему, не желая ничего взамен. У ней появляется к нему сердечность и нравится запах его тела. Всё и начинает нравиться со временем. Больше того, вам скажу, что часто в древней культуре женщинам объясняли. И все женщины поэтому выходили замуж. Женщинам в древней культуре объясняли, что женщина не обязательно сразу должна чувствовать наслаждение от мужчины. Это мужчина всегда сразу чувствует наслаждение от женщины. А женщина не обязательно сразу должна чувствовать это наслаждение. Она должна просто понимать, как развиваются отношения. Она должна начать служить мужчине, заботиться о нём и быть верной по отношению к нему. Потому что вы всю жизнь думали, я бы могла себе найти и получше. Это называется неверность. И поэтому вы его, даже хорошего человека, довели до того, что он нашел себе другую и потом все равно вернулся назад. В конце концов, вы его бросили. Потому что вы его бросили с самого начала. Не надо сейчас, подождите, я закончу эту ситуацию. Он сейчас ждет вас? Нет? Нет уже? Все? Ну, ничего страшного. Вам надо жить дальше. Надо просто понять урок жизни. Урок заключается в том, что надо служить. Вот сейчас Бог дал человека другого, служите ему. Не хотите? Черт. Нет другого человека? Ну, ничего, тоже так бывает. Значит, надо немножечко пораскаиваться. Надо сейчас понять, что произошло. Можно в сердце человеку служить. Допустим, раскаиваясь, вы в сердце ему служите. Можете в сердце ему служить. Может быть, он опять вернется. Тогда уже будет любовь. Если вы начнете от самоотверженно не ждать от него счастья, а служить ему. Если вы не верите мне, поднимите руку женщин, у которых произошло наоборот. Что сначала ничего не было, вы служили, и потом появилась любовь. Поднимите руку. Если смотрите в зал. И он, пожалуйста, такие есть люди. У женщин любовь сразу не возникает. Любовь – это к женщине идет любовь сразу. А у женщины может не возникнуть. «Быть может, ты на свете, наверное, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь». Так работает женская психика. Если женщины не понимают этого, они могут одинокими на всю жизнь остаться. Женщина, если видит, мужчина серьезен в отношениях. Он заботится, ухаживает, хочет семью. Надо выходить замуж. Вот поднимите руку, у кого такая ситуация. Мужчина заботится, но вы не чувствуете к нему ничего. Как зовут человека? Максим. Моего Алексея. Моего. Вы же еще не хотите выходить замуж. Моего. Он добрый человек, да, такой, Максим? Ну, немножко мягковатый, да? А вы такая строгая, крепкая вся, да? И думаете, ну, не дотягивает он до меня, да? А вот представьте, вы сейчас найдете себе строгого, крепкого. Вы сможете с ним жить, нет? Нет. А почему вы тогда не хотите принять судьбу? Если женщина слишком крепкая и строгая, это недостаток, не преимущество для женщины. И она находит себе мягкого мужчину в результате. Вон, вон, на третьем ряду женщина. Сколько вы встречаетесь с ним? Мы с ним два года прожили вместе, два года, два месяца. И что? Сейчас получилось, что я его выгнала, он ушел. Сейчас уйдет у мамы. Он не хочет назад возвращаться. Но у нас это не первый раз, он всегда уходит к маме, всегда возвращается. Знаете почему? Потому что вы не хотите его считать своим мужем. Это тонкая вещь. Надо посчитать его своим мужем и выйти за него замуж. И потом у вас все будет хорошо в жизни. Он начнет исправляться, если вы будете вкладывать в него силы женские. Я боюсь, что когда-нибудь он уйдет и не вернется. Можно бояться, и он уйдет и не вернется. А можно вкладывать силы, и он останется. Вы лучше бойтесь одна остаться. Вы же не знаете, когда Бог у вас отнимет этого человека, когда вы заново получите нового. Вы не знаете об этом? А я знаю. Я не хочу вам об этом говорить, чтобы у вас волосы дыбом не вставали. Дайте туда микрофон. Я забота. Сколько вы встречаетесь с ним? У нас такая же примерная ситуация. Мы два года были вместе, потом судьба нас разъединила. Я приехала в другой город по семейным обстоятельствам. Посмотрите, когда женщина уходит, она говорит, что судьба разъединила. А когда он уходит, она говорит, что он меня бросит. Мы друг друга не бросали, мы созванивались. Я приехала к родителям, мне нужно было поддержать папу. Папа у меня болен очень сильно. Так, теперь. Ну, теперь, как бы ситуация разрешилась, вроде как мы созваниваемся, даже хотим. Хотим или он хочет? Он лидер в отношениях. А вы сомневающиеся в отношениях? Я очень сомневающиеся. Это означает, что вы неудачник. Женщина, которая сомневается в отношениях, это неудачник. Человек, который никогда не будет иметь счастливую жизнь. Вам надо научиться верить в то, что Бог вам дал. Иначе вы счастливы в семейной жизни не будете никогда. Именно на веры женщины строится семья и живет семья. Если вы этого не будете делать, счастья никогда не будет в вашей жизни. Ваша вера создает семью, держит семью, развивает мужчину и дает им возможность быть рядом всю жизнь. Ваша вера только это делает. Перестаньте сомневаться. Это мое вам благословение. Понятно? Еще у кого такая ситуация? У вас? У меня такая ситуация. Мой мужчина сгарши мне почти на 30 лет. А вот микрофон он справа. 30 лет. Но вы с ним живете уже, нет? Да, так получилось, что я всю жизнь ждала любви, очень страдала. И почему-то ее ниоткуда не получала. Вы вчера объясняли, почему. И решила, что моим первым мужчиной желательно единственным будет только тот, кто меня полюбит. Действительно. Мне было 24 года. Вот одно, что я его встретила. Он меня пробил со первого взгляда. Ну и все. Сколько вы живете вместе? Сколько вы живете? И что, чего вы боитесь сейчас? Ну, он мне на 30 лет старше. Такая разница. И я к нему действительно не чувствую любви. Я его очень уважаю. Ответственность. Но также есть любовь, уважение, ответственность, забот, то есть... Ну, я вывезла с ним детей. Вот ему сейчас 55 лет. Мне 26. Ну, мне страшно детей заводить. Я думаю, у меня тоже много лет. Но я не знаю, что делать. Я не могу вам дать совет. Почему? Потому что вы обрекаете себя на тяжелую судьбу. Такая разница не должна быть в возрасте между мужчиной и женщиной. Это слишком большая разница. Максимум может быть 15 лет. Но 30 это очень много. Ну, люди могут и в такой разнице жить счастливо. Но человек сам должен принять это решение. Не могу вам давать совет сейчас. А если я его прошу, то меня ждет тоже... Да, за это вы будете отвечать, да. В данном случае надо принять, выбрать. Или бросать, или оставаться вместе. Тем более, что этот человек сам бросил свою жену ради вас. Ради меня. Ну, когда я его встретила, он уже не жил с женой полтора года. Ну, может быть, так и было. Он не жил, но общался с ней. Когда он вас встретил, он перестал с ней общаться. Бросил жену окончательно. Вы будете отвечать за это. Но у меня еще и будет шанс в жизни создать нормальную семью ради детей. У всех есть шанс. Бог. Это не жестокая личность. Он всех прощает. Спасибо. То есть вы решили бросить, да? Ну, сейчас я больше не знаю, что мы не оттенчиваем. А вы попробуйте с ним просто поговорить по-человечески. Говорю с ним, он все понимает, он все слушает. Вот он именно такой. Вы попробуйте с ним поговорить. Предложите ему вернуться к жене, к своей детьми. Я ему даже предлагала. Понимаете, не обязательно же бросать человека. Если Бог не хочет этих отношений, может быть, они и не будут просто, и все. У жены другой человек, поэтому они расстались. Что она уже давно встречается с другим человеком. А может быть, и не надо его бросать. Подумайте, поизучайте. Я не знаю точно, как правильно. Это сложная ситуация. Вы попали в сложную ситуацию, чтобы... Я могу вам точно сказать одну вещь, что у вас нет возможности по судьбе иметь мужа меньше разницы, чем 15-20 лет. Ну, ладно, давайте закончим эту беседу. Нет, нельзя уже, все. Сейчас у нас нет времени уже. Нам надо желать всем счастья. Все сели прямо. Прошу прощения, я зову вас 30 секунд. Меня очень попросили организаторы. В Барнауле люди очень любят слушать ваши лекции. Они вам очень благодарны за те знания, которые вы даете. И вот передали вам небольшой презент. Это значит, после лекции будем раздавать цветы. У вас есть цветочек. Хорошо, я буду думать об этом. Возможно, я туда приеду. Спасибо. Мы уже думаем с организатором, как приехать в Барнаул, пока не получается. Нам вверх приезжать. Куда? Я не могу по всем городах в России ездить. Вам легче самим приехать, наверное, уже? Ладно, все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Если бы мне Бог крылья дал, я бы, наверное, везде летал и стал лететь. В самолетах очень тяжело летать. Вот я сейчас из Питера к вам прилетел, одни кости только долетели. Мне очень трудно было восстанавливаться. Ночной перелет был, я потом полдня ходил как катрушка. Да ну тут 39 километров от вас есть. Я не могу ездить по всей стране вот так подряд, потому что у меня есть центр медицинский, я могу отсутствовать там всего неделю. И эту неделю даже я прием веду по интернету. Поэтому мне приходится ездить по неделе, потом там, в Краснодарском крае находиться какое-то время. Поэтому мне всегда приходится на большие расстояния летать. Все сели прямо? Давайте вспомним что-то святое. Вы видите, как рушатся семьи, рушатся человеческие судьбы из-за того, что не хватает духовной силы сохранить семью, что-то объяснить близкому человеку, почувствовать любовь от близкого человека. На это требуется много душевной силы. Единственное, что нам в жизни не хватает, нам не хватает святости от этих отношений с энергией божественной, со святой. Поэтому нужно пересмотреть всю свою жизнь. Я не призываю вас конкретно какую-то веру. Я призываю вас найти свою веру, найти свою веру, искать свою веру. Может быть, это будет христианство, может быть, мусульманство, может быть, это будет иудеизм, или еще какая-то вера. Может быть, вы в ведическую культуру обратитесь. То есть это не имеет значения. Без веры человек не может жить. Если у человека нет ничего святого в жизни, он не может побеждать свою судьбу. Не предусмотрено вот здесь, вот в сердце, что у нас бесконечно много энергии. Энергию для жизни надо откуда-то брать. И только через веру она приходит. Поэтому давайте сейчас попробуем. У нас много сейчас, я думаю, человек 600 в зале, 700. Мы должны сесть все прямо. Настроиться на что-то святое. Вот что вы считаете святым? Настройтесь на что-то святое. В вашей судьбе, в вашей вере, в вашей жизни. Клантис святому. И повторяйте. Я желаю всем счастья. Давайте станем слугами энергии святости. Давайте не своим желаниям, не своей судьбе будем служить. А будем служить людям и Богу. Забудем про себя. Будем служить людям и Богу. Надо вспоминать связанность святости. А тем вы контактируете с Богом. Святость – это энергия Бога. Это отражение Его силы в нашей жизни. И повторяйте. Я желаю всем счастья. Передавать это людям. Стать проводником этой энергии. Забыть про себя. Такова природа души. Душа по своей природе не помнит про себя. Она помнит про Бога и про свое служение Ему. Вот так мы должны сейчас пожить хотя бы 5 минут. Я желаю всем счастья. 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 И дамы. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Продолжение следует...